За 17 лет проведения открытый фестиваль телекомпании «Братина» стал своеобразным творческим брендом Московской области. Он объединил лучшие силы тележурналистики Подмосковья, других регионов России и даже зарубежных стран. В этом году на форум съехались представители более 50 компаний, средств массовой информации, в том числе и нашего телеканала «Видное ТВ», постоянного участника и неоднократного призера фестиваля. О том, как проходила «Братина-2013» в нашем специальном репортаже. «Братина» – фестиваль средств массовой информации задумывался как площадка для встречи представителей областных телекомпаний, возможность испытать себя на творческом ринге, продемонстрировать свое мастерство в тележурналистике. Вообще это для нас, и для меня лично, это такой стимул сделать какую-то хорошую продукцию, чем-то удивить, поработать над идеей, потому что все работы всегда здесь сильные, и это приятно, когда есть конкуренция, когда ты стараешься чем-то удивить. Для «Братины» границ не существует. Открытый областной фестиваль давно стал международным. К «Братинскому движению» уже присоединились коллеги не только из других регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. «Братина» – это уникальное, по сути, такое явление, которого нет в Европе. Скажем, это серьезный фестиваль, но в то же самое время он какой-то очень душевный, он очень радостный и очень располагающий к общению. У нас в Украине подобных мероприятий просто нет. Поэтому для меня вот эта вот сплоченность телевизионщиков, сплоченность журналистов – это настолько грандиозно, это настолько шикарный вообще проект. Я по-доброму завидую вам, что вы можете приезжать сюда каждый год, и, может быть, мы тоже продолжим эту добрую традицию и будем присоединяться к вам дальше. В 17-й «Братине», прошедшей на родине фестивале в Сергиевом Посаде, приняли участие свыше 50 телекомпаний. В день открытия «Братины» журналистам вручали награды за внеконкурсные работы. Телеканал «Видное ТВ» за фильм «Следов войны не заметут столетия» был отмечен дипломом международного телерадиофестиваля «Победили вместе». Но самое интересное было впереди. Организаторы подготовили для участников и гостей телевизионного форума обширную культурную и развлекательную программы, экскурсии, соревнования. Однако важной составляющей фестиваля всегда были конкурсы. И первый из них – самый престижный «Репортаж с колес». Здесь с нашей съемочной группой приключилась целая история. Обсуждая наше участие в конкурсе «Телерепортаж с колес», мы решили отправиться в Сергиев Посад на своей машине. Но, к сожалению, автомобиль нас подвел. Не бросать же задуманное. Мы решили отправиться в Сергиев Посад пешком. На дороге около деревни, а стоит сказать, что от оздоровительного комплекса «Левково» до Сергиева Посада километров 40 мы голосовали около 15 минут. Но нам повезло. Обычно эта милая дама попутчиков не берет. Для нас же было сделано исключение. Любовь Ивановна из Королёва оказалась очень общительной и разговорчивой. В пути она рассказывала о себе и пела. Любовь Ивановна отправилась дальше, а мы вновь оказались на трассе. На выручку журналистам из Видного пришел Сергей. Он направлялся в Краснознаменск, но решил, свернув с пути, помочь нам. Подвез человек, а в следующий раз человек в другую тебя подвезет. Просто самый раз, когда автостопом катаюсь. Последний раз в Чехово до Жуковского за два часа. Оказавшись в Сергиевом Посаде, мы поняли, что не знаем точного адреса телекомпании «Тонус» – конечной цели нашего маршрута. Где телекомпания «Тонус» находится? Честно говоря, даже адреса не помню. «Тонус», компания «Тонус». Вы знаете, вам в центр надо ехать. На вокзале она находится. Прямо, значит, тогда туда. Вот так, благодаря помощи абсолютно незнакомых людей, мы смогли принять участие в конкурсе «Репортаж с колес». Третий день Братины тоже оказался очень насыщенным. Утром – конкурсы профессионального мастерства монтажеров и операторов. Забегая вперед, скажу, что ролик «Сон оператора» Александра Ильина стал победителем. «Помогите!» «Помогите!» Вечером, испытав такое же волнение, как и коллеги-операторы, на сцену поднялись ведущие. Традиционный конкурс собрал немало зрителей. Следующий четвертый фестивальный день был полностью посвящен разборам конкурсных работ, которые стали своеобразными мастер-классами для телевизионщиков. Стоит отметить, что работа команды «Видное ТВ» получила высокую оценку профессионалов телевизионного искусства. Телекомпания «Видное» — это общеизвестно. Я поклонник ваших талантов и очень многие работы. Я всегда их смотрю с удовольствием. Нынче мы видели очень хорошие работы. С этой точки зрения телекомпания навсегда на виду. Завершающий день фестиваля — самый важный. На торжественной церемонии закрытия Братины звучали имена победителей в различных номинациях. В течение года коллективы телекомпаний готовили репортажи и программы. Дипломы и чаши разлетались в разные города Подмосковья и России. Истра, Кашира, Междуречинск, Орел. Коллектив нашего телеканала был отмечен сразу в двух номинациях. «Если хочешь быть здоров» и рекламный ролик. Спасибо, что оценили нашу идею. Спасибо всем, кто участвовал в этой номинации, потому что это было много. Диплом победителя конкурса операторского искусства вручили и Александру Ильину. Спасибо, что достойно оценили мою работу. Не ожидал, что такое вообще случится. И огромное спасибо моей команде, что они меня поддерживают, помогали меня. Спасибо. Мы являемся постоянными участниками телефестиваля Братина. Надо сказать, что в этом году мы получили три награды и одну еще награду всероссийского значения. Можно сказать, хорошо поработали, но есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. Получив на 17-м фестивале заряд творческого настроения, уроки мастерства и набравшись опыта, берем курс на Братину 2014.